так здравствуйте для выполнения лабораторных работ по дисциплине информатика один вам понадобится соответственно лекционный материал который выдаются в виде pdf файла в начале семестра в котором описан полностью теоретический курс по данной дисциплине то есть это все можем наглядно посмотреть листая соответственно страницы данного документа второе что вам понадобится это методические указания которых присутствует описание из каких разделов будет состоять каждая лабораторная работа а состоит она из четырех разделов первый раздел это выполняется лабораторная работа на языке программирования дальше второе это редактор электронных таблиц третье это текстовый редактор по каждой лабораторной работе составляется отчет титульная лист наименование задания листинг программы и блок-схема ну и после того как у вас приняты все три этапа выполнения каждой лабораторной работы то есть программа на языке программирования редактор электронных таблиц и текстовый редактор происходит защита вашей лабораторной работы то есть у каждой лабораторной работы есть соответственно видео урок дальше описывается в чем заключается цель выполнения до лабораторной работы ну и приводится к каждой лабораторной работе примерные вопросы к собеседованию также в этой методичке присутствует задание на лабораторной работы соответственно вариант задания выдается преподавателем в начале семестра и закрепляется за определенным студентом так сейчас на примере рассмотрим выполнение решения задачи которая звучит следующим образом то есть вычислить сумму из двух неравных чисел x и y и присвоить это значение переменной s для того чтобы выполнить эту задачу вам понадобится три редактора первый редактор это редактор по написанию соответственно на языке программирования паскаль паскаль apc который свободно распространяется дальше понадобится электронная таблица в данном случае представлен microsoft excel следующие понадобится вам текстовый редактор который в данном случае представлен как microsoft word можно воспользоваться открытыми источниками соответственно open office ну или другими соответствующие редактор который поддерживает как электронные таблицы такие текстовые соответственно документы так ну и сейчас на каждом более подробно остановится что из себя представляет редактор программирование паскаль так есть основное окно в котором пишется соответственно ваш код программы дальше нижнее окно это вывод результатов ну и здесь еще появляется окошко ввода значений которые вам необходимы для выполнения вашей программы меню стандартная для всех основных редакторов в том числе текстовые они повторяются он повторяется то есть создать новый открыть сохранить сохранить как печать выход и так далее дальше правка то же самое как обычный текстовый редактор то есть отменить установить копировать вырезать ну и так далее найти дальше вид данные данное меню относится к работе самой интерфейса этой программы основная основное меню программы в котором содержатся основные команды которые необходимо выполнять для того чтобы например запустить программу достаточно нажать командную строку выполнить либо используя горячие клавиши ну а для того чтобы проверить программу на стилистические ошибки соответствует командная строка компилировать хотя при выполнении сначала среда проверяет на стилистические ошибки если они есть она их вам указывает на эти стилистические ошибки при написании программы а потом лишь только запускает если такие стилистические ошибки написание отсутствует дальше сервис настройки тоже относится к интерфейсу программы здесь можно назначить шрифты ну и другие варианты по улучшению соответственно дальше следующими модули здесь можно посмотреть некоторые задания и так далее ну и стандартно меню помощь который можно посмотреть справку и так далее примеры ну и что если кто разработчик соответствующей программы и так у нас есть условия задачи вычислить сумму ну и начинаем писать итак для того чтобы начну начинать писать то есть нужно открыть конспект лекций а именно структура программы из каких разделов программы состоит и основании этого соответственно выбрать те разделы которые вам понадобятся для вычисления программы ну начинаем с первого раздела это заголовок программы который мы оформим следующим образом то есть всегда начинается за резервированного слова программ так ну а дальше идет имя программы которая состоит из латинских символов и арабских букв главное чтобы арабских цифр главное чтобы арабская цифра не находилась на первом месте все другие позиции допустимы то есть на 2 3 и так далее ну и еще можно использовать так называемый знак подчеркивания имя программы всегда пишется слитно ну и если вы заметили если вы правильно написали за резервированное слово то есть она это слово выделяется полужирным шрифтом так следующее что нам понадобится это раздел переменных которых мы описываем те переменные которые нам необходимы это x y и соответственно переменная с благодаря которой и будем осуществлять вычисление суммы так сделаем их вещественного типа соответствующие разделы лекций типы данных смотрим так ну и все что нам необходимо для выполнения программы мы описали дальше пишем тело программы который начинается словом бегим и заканчивается эндом с точкой и сразу же его напишем так внутри тела программы мы пишем код программы то есть сначала воспользуемся стандартной процедурой вывода в которой напишем нам комментарий а именно видите x и y для того чтобы вычислить соответствующее значение суммы так ну и всегда у нас паскале то есть оператор заканчивается точкой запятой так следующее применяем стандартную процедуру ввода и то что мы описали вышивым соответственно вводим при помощи клавиатуры так для того чтобы вычислить значение суммы все у нас есть то есть и пишем формулу вычисления суммы так после того как мы вычислили значение суммы нам необходимо вывести полученное значение соответственно экран так ну и опять при помощи стандартного оператора вывода мы осуществляем вывод значений на экран так отформатируем вывод значений то есть сделаем чтобы у нас было всего 4 знача цифры числе так ну и 2 соответственно под запятой так все вот у нас написан код программы мы сейчас проверим правильность написания то есть если у нас не выскочила какая-то ошибка то соответственно у нас программа написана по стилистически языка программы не поскали вот сейчас я уберу точку запятой и снова проверим вот видите у нас выскочила соответственно красная полоса курсор мигает на начале ну и выделена соответственно строка RiddleM что мол в этой строке находится ошибка на самом деле ошибка находится выше потому что курсор мигает в начале то есть обычно если есть где-то какая-то ошибка то есть курсор мигает именно на том месте и полоса получается красная именно там где находится ошибка за исключением одного случая когда у вас ошибка в конце так вот мы поставили соответственно точку запятой ну и сейчас запускаем программу так вот у нас запустилась программа то есть изначально у нас вывелась вот эта строка что нам необходимо сделать нам нужно ввести значения ну например один и два то есть если вам нужно два значения ввести то есть вводятся они через пробел если вам нужно ввести не целое значение а какое-то десятичное то соответственно вводится через точку например 1,2 и 2,3 например 3,3 нажали enter ну и вам показал соответственно при введенных значениях результат все то же самое можно сделать например при вводе значений не через пробел а через enter получается соответствующий результат и так вот у нас написан код программы код программы написан верно и мы получили соответствующий результат это в чем заключается первый этап выполнения и то есть он является основным и дальше выполнение зависит именно от этого этапа и так вторым этапом мы копируем соответственно код программы который написали среди программирования ABC Pascal и открываем электронную таблицу и вставляем соответственно этот код программы столбец А во вторую ячейку то есть ну и равномерно все строки распределились по строкам соответственно столбца А столбце Б пишем слово по-русски параметр в столбце С пишем соответственно слово значение так если нам не хватает границ столбца то есть мы при помощи курсора подводим границы имена столбцов ну и увеличиваем ширину столбцов так следующее действие напротив ввода значений xy мы сначала пишем у равно а выше x равно ну и вводим те же самые значения которые мы ввели те кто в редакторе паскаль напротив значение x вводим значение 1 напротив значение y значение 2 итак напротив строки где написано формула вычисления значения пишем s равно а в столбце c записываем соответственно формулу вычисления как записываются формулы простые формулы записываются очень просто ставится знак равно в ячейке дальше нажимаем на ячейку где у вас находится значение x ставим знак плюс и нажимаем на ячейку где находится значение y так нажимаем enter и соответственно видим результат при изменении значение x либо y мы соответственно увидим новый результат сложные функции что значит сложные функции например тригонометрические и так далее то есть их можно найти при помощи вот кнопки fx открывается окошко мастер функций изначально здесь показаны 10 недавно используемых но при выпадающем списке то есть можно найти различные функции которые вам понадобятся для того чтобы выполнить лабораторную работу например вот математические то есть сначала идет латинское обозначение модуль пишется внизу что данная функция обозначает косинусы артангенсы ну а если функция написана на русском языке тоже идут в луфавитном порядке но ниже та функция которая вам необходима и так вот в чем заключается второй этап выполнения лабораторной работы в электронной таблице ну и остается третий этап это текстовый редактор соответственно первым делом что мы делаем мы пишем условия задачи так условия задачи выгляну следующим образом то есть я поступлю просто я скопирую и вставлю так немножко форматируем шрифт уменьшим так вот у нас условия задачи следующее мы копируем соответственно листинг программы начиная от слова программ до end с точкой ну и вставляем после условия задачи да при наборе условия задачи у вас встречается формула формулы мы оформляем либо при помощи редактора формул начиная вот с 2007 года есть редактор формул который находится в меню вставка так и вот показывать сначала существующие формулы ввиду того что из этого перечня нам ничего не подходит то есть мы соответственно вставляем новую формулу итак все то что можно ввести с клавиатуры мы вводим с клавиатуры все что невозможно ввести с клавиатуры для этого вот нам существует во вкладке конструктор латинские буквы дальше если нам необходимо вставлять дроби дроби индексация и так далее то есть ну вот у меня простая формула с с равно x плюс y то есть которое можно благополучно написать при помощи клавиатуры то есть мне не потребовались никакие данные с меню вкладка конструктор так и есть второй вариант написания формулы находится он в объектах открывается окно объектов так ну и существует два две закладки создание и создание из файла то есть нам нужно создание то есть найти в этой вкладке microsoft equation 3 нажать ok и точно так же у вас появляется окошко в котором редактируется формула и появляется панелька в которой присутствуют те символы знаки буквы которые отсутствуют соответственно с клавиатуры в том числе скобки системы дроби индексы различные знаки суммы интегралы определенные неопределенные матрицы и так далее произведения так но здесь точно такой же принцип то есть ввиду того что все что находится в формуле недоступно из клавиатуры из клавиатуры то есть я при помощи клавиатуры соответственно вожу то есть вот у нас два редактора формул благодаря которым и набирается формула то есть достаточно зайти два раза щелкнуть по ним и появляется соответственно окно редактирования и появляется необходимая панелька для того чтобы осуществить определенные действия то же самое здесь входим то есть у нас появляется панелька конструктор работы с формулой где мы можем найти те символы, знаки, буквы которые нам не доступны с клавиатуры так следующее действие после того как мы написали условия и написали листик программы нам необходимо нарисовать блок схемы программы что из себя представляет блок схема это стандартные графические фигуры которым пишется соответствующее значение например вот в прямоугольнике пишется вычислительный блок в прямоугольнике с округленными углами пишется начало и конец программы условия пишется в ромбе с одним входом здесь пишется условия ну и при истинности путь да а при неистинности путь соответственно нет дальше циклический блок то есть здесь пишется параметры цикла то есть от скольки до скольки изменяется шаг дальше все что необходимо выполнить в теле цикла пишется здесь ну и выполняется цикл до тех пор пока не закончился последнее выполнение соответственно параметра и осуществляется выход из цикла дальше вывод и ввод значение осуществляется при помощи параллограмма так ну и прямоугольник с двумя чертами здесь пишется имя под программы в котором происходит вычисление ну и еще существует круг это так называемый соединитель если у вас линии разрываются то есть например на одной странице вам не хватило вам необходимо перейти на другую страницу соответственно на предыдущей странице линия соединительная подошла к этому соединительному обозначили там цифрами буквами там например единица ну а на другой странице то есть продолжение этой линии также начинается единица и идет продолжение соответственно линии связи Ну и пытаемся нарисовать блок-схему для данной программы Пишется она всегда от слова begin и заканчивается end с точкой Единственное исключение, если у вас присутствуют в программе константы То после слова begin мы описываем все те константы А именно значения констант, которые присваиваются Перед выполнением других операторов по ходу движения от слова begin до end с точкой Итак, рисуем блок-схему Для этого в меню вставки нужно найти фигуры И первым делом, что нужно сделать, это вставить новое полотно Вот, вставилось новое полотно То есть это так называемые границы рисунка Или, проще говоря, мольберт В котором вы должны, соответственно, начертить блок-схему Итак, начинаем мы с Прямоугольника с круглёнными углами Так, следующий блок В котором, в прямоугольнике с круглёнными углами То есть мы напишем слово начало Дальше, следующий блок У нас ввод значений Здесь можно объединить два этих оператора Ну и, соответственно, пишутся они Парелограммы Вот значения Так, следующий Оператор у нас вычисления Соответственно, записывается В прямоугольнике Так, следующее действие У нас опять Вывод значений Соответственно, понадобится Парелограмм Так, и опять нам нужен Прямоугольник с круглёнными углами Для того, чтобы Написать в программе Конец Итак, движение от блока в блока Мы, соответственно, используем стрелочки То есть сначала идёт у нас сначала Потом ввод значений Дальше, после ввода значений Мы идём к вычислительному блоку Так, от вычислительного блока Мы идём к блоку вывода Ну и последнее То есть от блока вывода Мы идём Соответственно, на конец Так, ну и Добавляем текст Который нам понадобится Для того, чтобы Написать Наши действия Итак, начало Дальше Ввод значений x, y Так, чтобы написать Скопируем Так, добавим текст И вставим Так, ну и Соответственно, вывод На экран Ну и последний блок Конец Так, вот у нас Третий этап Это Оформление Вашей задачи Текстовым редактором Так, ну и Остаётся Последний Четвёртый этап Это защита Лабораторной работы То есть Смотрите методические указания